Дружные колонны волонтеры общественной организации «Животные территории спасения» колесят по городу. Старт был дан в Луговом. Сахалинцы не остались в стороне и присоединились к всероссийскому автопробегу в защиту бездомных животных. Часовую остановку участники решили сделать на площади перед комсомольцем. Здесь активисты собирают подписи. Мы очень надеемся, что Сахалинская область догонит европейские страны в этом плане в отношении гуманного обращения с животными. И, возможно, даже мы приблизимся к многим регионам России, где пункты передержки работают на 100%, где приюты существуют очень успешно, и где успешно этот механизм применяется – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания. Волонтеры подготовили обращение, в котором просят федеральные и региональные органы власти принять закон о гуманном регулировании численности бездомных животных. А хозяев четвероногих за то, что они оставляют питомцев брошенными на улице, просят наказывать. Мы за программу стерилизации. Стерилизации, да, убийству нет. Именно это девиз автопробега. Поэтому мы сегодня призываем к тому, чтобы люди решили, все-таки взяли на себя ответственность за своих питомцев. И если вы не собираетесь разводить свое животное, то, пожалуйста, стерилизуйте их. Волонтеры знают, о чем говорят. Число бездомных животных, несмотря на работу общественной организации, пока не уменьшается. Каждый день появляется информация о новых найденышках. За три года более четырех тысяч питомцев удалось перестроить. Более пятисот четвероногих еще ищут свой дом, проживая пока у волонтеров. Как, например, Феня. Она пока одинока, а вот Джуле повезло больше. Это мой питомец, которого я взяла тоже с улицы. Попыталась ее пристроить, но мне ее вернули, и я поняла, видимо, что это моя собака. И вот она у меня так и осталась. Только за час удалось собрать несколько сотен подписей горожан. В скором времени их вместе с обращением направят властям в надежде на понимание и решение проблемы бездомных животных.